Всем привет! Сегодня у меня подборка из трех фильмов настоящие комедии со звездным актерским составом. Вы будете смеяться до слез. Первый. Афера по-голливудски. 2020 год. США. Великобритания. Режиссер Джордж Галла. В ролях Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фриман. Продолжительность 1 час 44 минуты. Этот фильм великолепен. Идеальный актерский состав, отличный сценарий. Я смеялась от начала и до конца. Действие фильма происходит в Голливуде 1974 года. Продюсер Макс Барбер после оглушительного провала своего последнего фильма теперь должен деньги боссу мафии Реджи Фонтайну, который хочет вернуть свои деньги, иначе убьет его. Максу надо срочно где-то взять деньги. Олтер, племянник Макса, советует ему продать сценарий под названием «Рай». Джеймсу Муру, известному продюсеру, который готов заплатить за него большие деньги. Но для Макса этот сценарий больше, чем деньги. Он для него все. Когда на съемках фильма Мура гибнет актер, Мур за его смерть получает страховую компенсацию. Макс, узнав сумму компенсации, полученной Муром, решает организовать съемки малобюджетного вестерна и приглашает на главную роль Дюка Монтана, когда-то известного актера. Но теперь всеми забытого и не желающего жить. И решает убить его во время съемок, чтобы получить страховку и выплатить долги. И, конечно, будет много смешных ситуаций. Ведь как Макс не старается, Дюк не собирается умирать. А вместо этого получаются крутые съемки. Второй. Чудовище. 1977 год. Франция. Режиссер Клод Зиди. В ролях Жан-Поль Бельмондо, Рекел Уэлч, Шарль Жерар. Продолжительность 1 час 40 минут. Прикольная и очень энергичная комедия. Бельмондо в одежде гориллы или падающей с лестницы – это очень смешно. Это надо видеть. Мишель Гошель и Джейн Гарднер – каскадеры, вечно попадающие во всякие переделки благодаря энергичности и богатому воображению Мишеля. Наконец-то они решили пожениться на следующий день в 10 утра. Но продюсер фильма хочет, чтобы они выполнили автомобильный трюк именно в это время и не собираются входить в их положение. Мишель уговаривает Джейна сделать трюк. Но, конечно, опять все идет не по плану, и они попадают в больницу. После больницы Джейн посылает Мишеля куда подальше. Он остается без работы и устраивается в супермаркет развлекать покупателей в костюме гориллы. Но тут во Францию приезжает Бруно Феррари, знаменитый актер. Он, как две капли воды, похож на Мишеля. И как раз ему потребовался каскадер. И, конечно, Мишеля пригласили на съемки. Ну а главная цель Мишеля – вернуть Джейн. И сделать все по-своему. Третий. Отличная комедия с целым созвездием лучших комедийных актеров Франции. Это очень смешно. Особенно рекомендую тем, кому нравятся фильмы «Розовая пантера». Август 1970 года. Барон Клод Траншан и его жена Элиана пригласили сливки шоу-бизнеса на свою роскошную виллу в Сент-Тропе. Кажется, ничто не способно испортить отдых. Но Элиане кто-то присылает пошлые письма с угрозами убийства. Да еще один из гостей, взяв прокатиться в машину баронессы, попал в аварию. Клод Траншан обращается с просьбой прислать лучшего полицейского Парижа. И провести быстрое расследование, не мешая гостям. Но сейчас оказался свободен только инспектор Булен, которому осталось несколько недель до выхода на пенсию. Булен неуклюжий грубиян, похоже, совершенно не способный адекватно оценивать ситуацию. И, конечно, Булен сделает все с точностью, да наоборот, вовлекая всех вокруг. Ведь оставаться незаметным не его конек. Классная и красивая комедия для отдыха. Очень рекомендую. На сегодня все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok